здравствуйте дорогие мои зрители подписчики читинцы и анапчане приветствует вас канал альбатрос и я странствующий альбатрос александр полупалдиных вот оказывается у меня неспроста такой ник уже давным давно и я сейчас нахожусь в чете на улице горького возле государства и медицинской академии иду по этой убегающей вверх и как юра мой брат писал в своих стихах что улицы здесь врезаются в сопки и действительно вот там уже темнеет склон сопки весной вот такая скамейка смотрите развалилась хватает в чете тоже недостатков весной здесь пахнет конечно и очень хорошо пахнет воздух солнышко сегодня правда солнышка нет и я не могу порадовать вас бескрайним забайкальским синим небом вот но все равно солнце оно в дымке не знаю откуда эта дымка взялась то ли это природное какое-то явление то ли это следствие пожара ну дымом вроде бы не пахнет а сегодня утром 8 часов я был на службе вот в храме который там виднеется это храм святителя луки крымского воина и сенецкого рядом медицинская академия и сегодня я там причащался друзья сегодня я там причащался службу вел отец виктор вчера я у него исповедовался такой суровый на вид священник я его про себя называю черносотенцем потому что он таких взглядов придерживается но как то сразу же это видно и попробовать по проповедям и потому как он общается в личном каком-то общении правда не было у меня такого но наслышан вот и сегодня он рассказывал житие серафима вырицкого который прожил очень большую жизнь в 1866 году он родился и умер в 1949 году то есть он пережил страшные времена и русские так называемые революции октябрьский переворот гражданскую войну великую отечественную войну был на оккупированной территории и как сказал отец виктор к нему за советом приходили как эсэсовцы немецкие так и советские нквдшники он говорит по сути это одно и то же я с ним согласен все к серафиму вырицкому стремились и всегда проповеди священников а таких вот особенно патриотов убежденных черносотенцев как отец виктор всегда как-то слушаешь и действительно он называет нас своими именами что мы только называемся христианами православными а выйдя за храм затем за территорию храма уже и забываем про это и что писание священное мы не читаем и жития святых которые жизнь свою положили за церковь и за россию мы не знаем и вот это конечно действительно обидно потому что действительно мы не читаем ничего мы не читаем мы не знаем своих истинных героев и я вот приду домой и если ничего не случится как говорится бог даст я открою на компьютере житие серафима вырицкого и конечно же его прочитаю а сейчас я иду в архив иду в архив и погружусь опять в годы гражданской войны я уже об этом написал вчера в своем живом журнале в описании вы это увидите но в смысле ссылку на этот журнал опять там загремят выстрелы опять будут опять же патриоты те кто хотел сохранить россию для нас ту в россию настоящую богатую мощную они как сейчас живем неизвестно в чем вот наверное вот такому джигал мы вот и главное неизвестно что будет завтра вот уйдет вот это вот когорта до тех правителей которые сейчас нами правят и что будет да полная неизвестность полная полная неизвестность а при монархии когда мы жили все было понятно был царь у царя был сын и все шло своим чередом еще раз показываю вот эти наши яблочки смотрите никого нет народу нет не гуляют на люди здесь почему-то такая прекрасная аллея так что пошел я сейчас опять окунаться в это неспокойное время но то дело которое я сейчас читаю оно называется борьба с большевиками поэтому там большевиков бьют и в хвост и в гриву и освобождают наш забайкальский край или а тогда это была забайкальская область от этой нечисти и вот читаешь и гордишься теми казаками которые не не продались не пошли на какие-то там уговоры на обман на подкуп и все-таки боролись до конца оставались людьми верными до конца и я делаю выписки и потом я наверное сделаю такой или эфир или видео но я обязательно посвящу одно из своих последующих видео именно моей работе в архиве и еще раз храм святителя луки там у нас танк стоит тоже памятник музейно культурный центр который похитил присвоил мой экспонат никогда этого я не забуду вот ну и все друзья это была чета сегодня 3 марта 2019 года до следующих встреч всего вам доброго берегите себя берегите свои семьи дорожите отношениями до следующих встреч до следующих встреч